Вопрос о роли Черного Адама. Как я ее жду? Я очень ее жду. Я очень взволнован. Как многие из вас знают, Черный Адам — это суперзлодей из вселенной DC. Мы очень давно начали обсуждать этот проект с New Line Cinema и DC, и они очень поддерживали всегда меня. Короче, впервые мы начали обсуждать это в 2008 году. Так что это требовало терпения от всех, от нас, от партнеров. И я сейчас совсем другой человек и актер, чем я был 12 лет назад. Так что даже тогда я хотел подождать, я хотел, что называется, дозреть до этого персонажа. И я хочу донести туда, вложить туда какие-то свои жизненные уроки, свои взгляды. И весь его образ, его внешний вид, его философия — это все связано, и все проходит крепким стержнем через всю вселенную, если хотите. Он начал обычным рабом, что во многом сформировало его героя. И что мне больше всего нравится, то, что его суперсилы, он был наделен ими от богов. И они, в общем-то, приравниваются к суперсилам Супермена. То есть это уже интригующе. Если сравнивать его с Суперменом, то Супермен верит в правду и права судья. Все получают право на суд. Насколько бы они не были плохими, и какой бы ущерб они не нанесли, Супермен всегда действует по закону. И плохие парни отправляются в тюрьму. В то время как Черный Адам, который стал суперантигероем, суперзлодеем... Кстати, первые наши серии, первые фильмы будут о его предыстории, о том, что формировало его, что его привело к тому, что он стал суперзлодеем. Но разница в том, что если вы делаете что-то плохое его семье, его друзьям, его людям, то он не отправляет вас в тюрьму. Он просто разрывает вас пополам. В буквальном смысле, разрывает. Мрачноватая история, да, я знаю, но такой вот персонаж, Черный Адам. Так что я жду, не дождусь. Режиссером нашим будет Жанна Калетт Сера, который уже работает над лентой последний год. У него отличное видение всего процесса. Жанна Калетт Сера был режиссером фильма, в котором я снимался совсем недавно с Эмри Блант. Это «Круиз по джунглям», который выйдет этим летом, надеюсь, в июле. Посмотрим, в общем, зависит от того, как будет развиваться эта история с вирусом. Но Лорен Шир будет главным оператором. Это тот самый человек, который сделал потрясающую картинку для Джокера и номинируется сейчас за эту работу. Невероятный просто оператор. Так что мы собираем сейчас команду. Это будет очень крутая команда. Еще один из часто задаваемых мне вопросов – это как я нахожу баланс в это нелегкое время, во время кризиса. Если отвечать просто, то я стараюсь окружать себя вещами, которые закрепляют мою жизнь, мой разум, мое поведение, мою душу. Главное – это, конечно, семья. Я – моя жена, Лорен и мои девочки. Я окружен женщинами. В доме одни женщины, эстроген кругом, кроме меня и собаки. Так что мне нужна семья для того, чтобы сохранять баланс. Ну, собственно, у нас у всех так, наверное. Это то, что… Это бесконечная константа, вокруг которой, в общем-то, все можно закручивать. Отношения, душа, брак, дети. Все, что… Ну, это то, что нас наполняет, то, что придает смысла всему этому и дает силу. Также мне нужна мой зал. Как многие из вас знают, я путешествую, езжу по миру, и этот цирк шатерный ездит за мной всегда. Он не позволяет сфокусироваться, бросить вызов себе и физически, и ментально тоже, и убежать от всех… от всего этого шума окружающего мира, от всех вещей, которые меня отвлекают на этот час-полтора, когда я прихожу в 5-6 утра потренироваться. Иногда позже, зависит от графика съемок. Позволяет мне успокоиться, и я должен путешествовать из-за фильмов, и из-за того, что я не могу, к сожалению, ходить в общественные залы, как бы мне ни хотелось, потому что все хотят подойти, сфотографироваться, поздороваться, и настолько… несмотря на то, что я как бы признателен за это все, это очень отвлекает и не позволяет тренироваться постоянно. Поэтому я вынужден был возить за собой этот зал, и это позволяет мне сфокусироваться и в конечном итоге сохранить баланс жизни. Следующее, я знаю, что это звучит, возможно, дико, но мне нужен мой грузовик, мой фургон, вернее. Те люди, которые со мной работают непосредственно, они просто, наверное, заливаются сейчас со смеху. Я… чтобы вы понимали, у меня по всей Америке 5 или 6 фургонов разбросано просто в разных штатах. Один на Гавайи. Мне не нравится, чтобы меня ввозили, чтобы со мной был закреплен шофер, водитель. Мне нравится водить самому, ехать самому за рулем. Вот это время, которое я провожу в машине, позволяет мне подумать, сконцентрироваться. И также это дикий мир, и вся эта типа слава, она… нужно немножко увлечься всем этим процессом, со всей этой роскошью и безделием. Когда я только начинал, и были какие-то первые опыты, то меня везде возили, но мне хватило. Хватило нескольких лет, и теперь я предпочитаю водить сам. Ну и еще, кстати, для баланса мне нужны люди, которые будут говорить мне правду. Мне нужны честные люди, которые скажут мне так, как есть. Мне не нужны поддакивающие роботы, несмотря на то, что вы можете подумать. Конечно, это моя семья, моя жена будет первой, кто скажет, «О, не, 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 здесь ты перегнул, парень». Да, это слишком. Но вообще, все помощники, там, директора, исполняющие… Я стараюсь набирать людей, которые говорят мне так, как есть, в лицо и не стесняются. Конечно, 90% моих идей – это все гениально, но бывают эти 10%, когда немножко, может быть, нерациональные решения какие-то принимаю, и мне нужны люди, чтобы сказали мне, что нет, нет, чувак, это слишком. Что ты думаешь вообще о себе? Вот, в общем-то, и все. Вот так я нахожу баланс. Знаете, каждый пост, который я публикую, я всегда стараюсь читать ваши комментарии, сколько бы их ни было, хоть пять тысяч, но я пытаюсь пробежаться глазами. Вы задаете много вопросов, и я подумал, почему бы не ответить на эти вопросы, пока у нас вот такой вот перерыв, пока у нас карантин? Почему бы не порадовать вас между работой? Я знаю, что вы точно так же, как я, пытаетесь работать на удаленке сейчас и устроить новый быт, так сказать. Так что вот, чтобы поразвлекать вас, отвечу на некоторые вопросы. Первый вопрос, который я получаю очень часто, когда я начал тренироваться. Впервые я начал тренироваться, когда мне было 12. Первая официальная тренировка была с отцом, Рокки Джонсоном, который покинул этот мир 15 января в этом году. В общем, отец мой был просто зверем в зале. По выходным я всегда ходил с ним в зал, но тренироваться он мне все равно не разрешал. Я просто сидел и смотрел, как он и его дружбаны тяжело тренировались, с железом настоящий олдскул. И вот в 12 лет Гавайи мой отец наконец-то говорит, «Хорошо, давай, приходи, потренируемся вместе. Суббота». И я был так взволнован, что я потренируюсь с ним наконец. Перед тем, как мы вошли в зал, он остановил меня и сказал, «Подожди, я знаю, сейчас мы будем тренироваться, но я хочу, чтобы ты услышал меня. Вес, который ты выберешь и сам нагрузишь на штангу, я хочу, чтобы ты был уверен, что ты с ним справишься. Сам. Все бы, что бы ты не повесил на штангу, чтобы ты смог это выжать. Смог выжать это со дна. Ну, дно это имеется в виду, вот эта вот мертвая точка от груди. И дальше уже включается трицепс, короче, вот эта силовая позиция. Он меня обучал вот этой вот первой фазе, скажем так, там, где сила. И я сказал, «Да, конечно, не вопрос, я все понял». Он говорит, «Ты понял?» Я говорю, «Да, да, по-любому». И мне кажется, он знал меня, точно знал мой характер, поэтому он уточнял. 12 лет мне было, напоминаю. В общем, мы начинаем просто гриф я использовал и десятки, по 11 килограмм вернее, блины, 25 фунтов с каждой стороны. Снял, пожал, поборолся немножко, но справился без проблем. Батя говорит, «Ну, давай теперь по пятерочке добавим, и все». Я говорю, «Нет, давай сразу 35-ки, то есть добавим по 10 на каждую сторону». Он говорит, «Нет». И, в общем, я начал замечать, что все в зале уже начали смотреть, потому что все всегда следят за отцом, как он тренируется. И я этим подзарядился. И, короче, набрасываем 35 фунтов, то есть это 15 килограмм, и гриф 20. Итого 50. Он снял штангу, я сжал, еле-еле выжал. С трудом выжал, и ему даже пришлось меня подстраховать вверху, он мне помог. Он говорит, «Ну все, на этом все, сегодня на этом остановимся». Я говорю, «Не-не-не, давай добавим». Он сделал паузу, и говорит, «Ты уверен?» Я говорю, «Да, да, давай 20-ки накинем». Когда ты подросток, и ты в зале, и ты только начинаешь тренироваться, ты хочешь добраться до этих больших блинов, 45 фунтов. Это взрослые блины, с ними тренируются нормальные взрослые мужики. И мне очень хотелось, как подростка, это сделать. Я сказал, «Да, я справлюсь, давай». Отец помог мне снять штангу. Я взял ее на руки, принял, начал опускать, и я просто не смог сопротивляться, даже в негативной фазе. Она просто прижала меня к груди. Я начал паниковать. Мой отец просто стоял надо мной. Он говорит, «Давай, жми!» Я говорю, «Я не могу, я не могу». Конечно, это не было опасно, потому что штанга, гриф был не у меня на горле, то есть ничего бы мне не повредило, но мой отец, он, кстати, был тогда, жевал табак, и всегда у него была за губой вот эта штука, причем он вперед ее не в сторону клал, а прямо посерединке. И он такой, «Давай, давай, жми это дерьмо!» Для тех, кто не знает, этот снюс, люди, которые его используют, они много плюют. И вот он нависает надо мной, у него вот это выпадает мне на лицо, короче, и мне стыдно становится жутко. «Давай, давай, жми!» Я говорю, «Я не могу!» Он говорит, «Ну все, я помогать не буду, я тебе говорил». И, короче, большая сцена в зале. Я как-то в одну сторону вес сбрасываю, гриф вылетает в обратную сторону, все с грохотом разваливается, мне стыдно, просто, да нельзя. Ощущение, просто хотелось вредить кому-то, но, конечно, не отцу. Я просто злился сам на себя, потому что я понимал, что я сам и есть, тот самый дед, который виноват в этом, все. Отец посмотрел и говорит, «А теперь давай собирай блины». И сказал, «Это урок тебе. Никогда не думай о том, что подумают другие люди, которые смотрят на тебя. Ты должен тренироваться не ради своего эго, а ради своих конкретных целей, результатов. И ты должен использовать те веса, с которыми ты можешь справляться». Вот как он преподал мне этот урок. «Не тренируй свое эго, тренируй свое тело». «Ты понял?» Спросил отец. Я говорю, «Да, да, я понял, конечно». Он говорит, «Ну хорошо, пошли дальше». И в этом зале, это World's Gym на Гавайях, это открытый зал, то есть там нет потолка и стены, ну, как забор просто. Вместо стен, как решетки, без окон. Он такой, «Все, идем дальше, малой». Разворачивается в сторону и плюет. Огромный такой смачный харч вместе с табаком. И он не видел, но там был чувак, Малер, который что-то красил. «What the fuck?» раздалось оттуда. И он поднимается, и мы видим, что он весь в этом табаке, в слюнях. Мой отец начал ржать, просто заливаться. И я тоже, я не смог удержаться и вместе с ним засмеялся. Батя ушел сразу, я такой, «А, мужик, извини, ну что за засранец, да?» «Ладно, увидимся, увидимся, все, пока». И ушел тоже. Урок выучен, вернее, два урока. Не только, первое, это то, что, ну, во-первых, вы 8 минут своей жизни потеряли только что. Не тренируйте свое эго. В основном, это касается, конечно, мужиков, нас с вами. Нужно подбирать те веса, с которыми мы справляемся. Ну и, если решите плюнуть за окно, сначала убедитесь, что там нет никого. Друзья, ну что, я сдержал свое обещание, вы смотрите этот перевод Q&A с Дуэйном Джонсоном, как вы и хотели, как вы в комментариях попросили. И сейчас, пока вы на карантине, я хочу вам сказать о том, что вы наверняка это видео пропустили, моя тренировка с Гогой. Кому интересно, на канале MyProtein можете пройти по ссылочке и посмотреть эту тренировку. И чтобы вас больше заинтересовать это сделать, я хочу разыграть среди вас купон на 100 долларов от компании MyProtein. Переходите по ссылке на то видео, подпишитесь на канал MyProtein и поставьте колокольчик. И оставьте комментарий под тем видео со своей идеей, что бы вы хотели, чтобы я еще сделал на канале MyProtein. Какие-то идеи для моих новых видео на том канале. Самая креативная идея получится от меня купон от MyProtein на 100 долларов. Все, возвращаемся к Дуэйну. Вчера был вопрос, который обратил на себя мое внимание. Он из трех частей состоит. Первый – это мой рост, мой вес. Это часто меня спрашивают. И... Кстати, такое личное, я не знаю, почему люди спрашивают. и нервничал ли я, когда врывался в Голливуд. Насколько это было для меня волнительно. Итак, рост. Приблизительно 2 метра 10 сантиметров. Когда люди меня видят, а вот ты такой высокий. Наверное, потому что голливудские актеры обычно не высокие. Малыши, скажем так. На самом деле, рост у меня 193. 193 сантиметра, хотя некоторые пишут, что там 195, больше двух метров. 193. И вес 125 килограммов. Вот это правда. Это то, сколько я весил сегодня утром. Нервничал ли я, когда начинал покорять Голливуд? Да. Очень нервничал. Я заслужил свое место в профессиональном рестлинге, когда решил переходить в актерское ремесло в 29 лет. Это был тихий такой переход. Я себе думал это сделать постепенно. Тогда уже я понимал, что для того, чтобы стать актером, чтобы начать строить карьеру, я хотел это делать не на 2-3 года, знаете, просто влететь туда как спортсмен, пару фильмов сняться и все, и исчезнуть. Я изначально хотел долгоиграющую, длительную карьеру и я хотел стать настоящим востребованным актером надолго. Поэтому я хотел быть лучшим. Собственно, как в рестлинге я достиг в общем-то вершине, так же я хотел быть и в Голливуде. И я готовился, что мне предстоит работать долго, 10-12 лет, как минимум, я так себе прикидывал. Вы понимаете, что жизнь, конечно, непредсказуема, но я себя настраивал так. И к тому же я знал, что то, что я сделал в рестлинге, не важно, каким бы ты не был успешным в каком-то ремесле, когда ты начинаешь что-то новое. Мой профессионализм в рестлинге, короче, не давал мне никаких абсолютно привилегий в новом, в киноиндустрии. если ты хочешь стать актером, кинозвездой. И то же самое применяется к профессиональным атлетам, когда они хотят стать каким-то интертейнером, работать в индустрии развлечений. Тоже, профессиональные атлеты не всегда сразу у них все удается в спортивном шоу-бизнесе, скажем так, в том же рестлинге. Но когда вышел Король Скорпионов, и, конечно, я переживал. Мы отслеживали статистику, но я в то же время знал, что у нас есть страховка. Это уже франшиза успешная, мумия, и люди по-любому бы посмотрели этот фильм. Плюс были мои фанаты по рестлингу, которые тоже готовы были поддержать меня. Все поддержим Рока. Рок, у тебя всего один шанс есть, давай не упусти. Король Скорпиона вышел, и мы собрали довольно хорошую кассу. В апреле мы были в топе. Когда я начал вот этот свой переход от рестлинга в Голливуд по-тихому, тогда мне было сколько? 30 лет. Ситуация тогда была довольно стрессовая, потому что контракт с Даби-Даби и закончился, не было переподписания, хотя условия, конечно, были хорошие. И я тогда был немножко в замешательстве, потому что люди, которые меня окружали, говорили мне, что для того, чтобы я стал значительной единицей в киноиндустрии, стал кинозвездой, мне нужно меньше говорить о рестлинге, перестать называть себя скалой, нельзя тренироваться так много, короче, очень много ограничений, нельзя это, нельзя то, нельзя показывать свое физическое превосходство, сбросить вес нужно было, закрывать, закрывать тело, и мне это было тяжеловато переработать, что-то поднывало внутри, не хотелось этого делать, но тем не менее я осознавал, что когда начинаешь что-то новое, погружаешься в новое окружение, иногда приходится, даже в большинстве случаев нужно прислушиваться к тому, что рекомендуют люди, которые давно уже в этой индустрии, нужно прислушиваться к их советам, потому что они уже стали успешными конкретно в этом направлении, в котором ты только начинаешь, но я никого не осуждаю и не виню свою команду, в конечном итоге это было мое решение, которое я принял на себя, и я их послушал в общем, я перестал так много тренироваться, я делал очень много кардио, в 2004 году, я думаю, вы можете найти фотографии, 4, 5, 6 год, я весил около 95 килограммов всего, хотя сейчас вот я в комфортном своем состоянии 125, то есть вы можете понимать, насколько я был тогда меньше, в общем, я перестал говорить о рестлинге, многие вещи мне пришлось изменить в себе, если вы посмотрите на фильмографию того периода, на те фильмы, были ли те фильмы хорошими, они были нормальными, скажем так, развлекательными, вполне, а это и была моя главная цель тогда, я старался, очень старался, я в куче тренеров занимался, я пытался впитать эти знания, это были мои первые шаги в индустрии, и я никогда по-медленному, да в принципе ни в чем жизни, по-медленному никуда не входил, у меня сразу, всегда, все и сразу, головой в огонь, в воду, учишься плавать, либо тонешь, либо плывешь, всегда так было, начиная даже с Гавайев, когда нас оттуда чуть ли не депортировали, когда я был подростком, потом меня подписала команда Майами Юниверсити по футболу, которая на то время была чемпионом всей Америки, и это всего после двух лет игры в школе, в школьной лиге. Мой дебют в рестлинге, он тоже состоялся сразу на большую аудиторию. В Техасе 14 тысяч людей было в зале, когда я дебютировал впервые, Манди Волк, поэтому я всегда на пределе, и мне пришлось отрезать абсолютно все, что я люблю. Те фильмы, которые я делал в самом начале, они были так себе, но критики довольно мягенько по мне прошлись, я благодарен за это. Я почти не тренировался, и я, главное, я не был самим собой, что больше всего меня ранило. Наконец, у меня встреча, очень важная встреча, где-то в 2009 году, по-моему, в агентстве, в котором я больше не работаю. Это большая, решающая для меня встреча была. В то время главными звездами были Джордж Клуни, Брэд Питт, Уилл Смит. Короче, не было парней, похожих на меня, наполовину полинезеец, наполовину афроамериканец, 193 сантиметра, 125 килограмм, поднимает бровь, кричит, матерится. Не было таких примеров, с которых я бы мог взять какое-то направление. Ну, и я был абсолютно сумасшедшим голодом, мне хотелось разрывать, у меня были зверские амбиции. В 2010 году я понимал, что моя карьера как раз на распути, либо я продолжаю сниматься в средних фильмах, спокойненько себе там работать, и может вообще угасну с концами, либо это будет прорыв, и я выскочу на другой уровень, что я взорвусь, и все будет совсем по-другому. Я сказал, нужно взять за модель истории самых успешных актеров сейчас в Голливуде, и сделать их лучше. Я хочу использовать соцсети, пока не знаю как, но как-то нужно интегрировать соцсети, и я надеюсь, что вы включитесь как-то в работу, так я обращался к своей команде, чтобы мы все вместе что-то придумали, и чтобы все в меня поверили. Если мы чего-то не видим сейчас, это не значит, что это невозможно, потому что я думал, что я прям так замотивировал, что я воодушевленную такую речь дал, и что сейчас все будут в восторге, но все на меня посмотрели, как будто я обкуренный наркоман какой-то, или я не знаю, трехголовый чудище какое-то, то есть так помахали головой и сказали, ага, ну понятно, но то, что ты говоришь, как бы, это все нереалистично, вот так мне отвечали. И я принял тогда решение все поменять, я сказал, что вы все уволены, я поблагодарил всех за работу, но вы не разделяете мои взгляды на мою будущую карьеру, поэтому так. Дальше я подписал контракт с новым агентством, заключил партнерские отношения со своей бывшей женой Дэнни Гарсия, которая ведет компанию WME, и вместе с ней мы начали точечно подбирать людей для стратегического развития. И я вышел, кстати, из Голливуда, и я искал специалистов по развитию бизнеса вне Голливуда, потому что для того, чтобы построить команду, компанию, вернее, успешный продакшн, 7-бакс продакшн, нужны люди, которые разбираются в бизнесе, прежде всего, а не столько в киноиндустрии. Короче, тогда я окружил себя людьми, которые приведут меня к успеху. И вот, 2010 год, спустя 10 лет, получается, я здесь, перед вами, с карьерой, которую вы все видите. Поэтому успех, это история не одного человека. Я искренне верю, что это командное усилие. Вы видите мою большую голову перед собой и думаете, что это все? На самом деле, за ней стоит еще очень много, много людей. Команда людей, которые не только за мной, но и по бокам от меня, которые все делают. Это будет моя рекомендация вам, ребят, найдите команду единомышленников. И если вы не видите чего-то готового, не значит, что это не будет работать, это значит, что просто никто этого еще не изобрел. Ну и второе, нужно оставаться собой. В этом есть очень большая сила. Именно это я и сделал, уволив тогда свою команду в 2010 году, которая не позволяла мне тренироваться и прочее. Я заново начал качаться и я начал поддерживать рестлинг опять. Я вернулся в рестлинг, вернулся в ту же индустрию, на которой мне ставили крест и говорили, что к этому нельзя возвращаться. Когда я вернулся, то мы побили все рекорды пей-пер-вью, когда они работали по этой схеме WWE. Многие от этого на этом заработали и в общем все были очень довольны, поэтому мне было приятно отблагодарить компанию, которая была очень добра ко мне. Я имею в виду весь продакшн рестлинга, всю эту индустрию. Ну и наконец, я советую вам всегда окружать себя хорошими людьми, потому что мы продукт, мы продукт нашего окружения, людей, которые нас окружают, и вы контролируете тем, кто вас окружает. Я всегда выбирал самых сильных людей, гораздо умнее, чем я, в своих индустриях, в своих направлениях, и мы все подталкиваем друг друга. Еще вопрос, как часто я тренируюсь сейчас, в неделю, когда у нас сейчас у всех карантин и полно времени, да, как я тренируюсь, какой у меня сплит, обычно я тренируюсь 5-6 раз в неделю с одним выходным, и выходной обычно выбираю просто интуитивно, когда чувствую усталость, когда чувствую, что накопилось. Ну, а пока карантин сейчас, COVID-19, я тренируюсь каждый день, иногда два раза в день даже. Если честно, то физически, конечно, я от этого получаю прогресс, но особо важно для меня это то, что я ментально получаю стабильность, наружу порядок в своей голове, психологические балла своего рода, которые выравнивают для меня все, что сейчас происходит вокруг. Ну, что, на этом всем это 30 минут вашей жизни, которые вы никогда уже не вернете. Спасибо за то, что были со мной, спасибо за то, что подключаетесь, за то, что включаетесь в это общение. Сохраняем оптимизм и веру. Вера, вера в то, что мы через это пройдем, это фундаментальное качество, и мы должны его сохранять всегда.